Всем привет! Днепр на связи. 21 марта, час ночи. Не хотел выходить в эфир и не было в принципе поводов, кроме очередных взрывов в Харькове. Но там пока без каких-либо подробностей. И думаю уже утром это бы обсудили. Но сейчас появилась информация о том, что зафиксирован взлет российской авиации. Речь идет о порядка 10-11 бортах Ту-95. Это те самолеты, которые обычно летят к пусковым и пускают ракеты в воздушное пространство Украины. Вот сейчас есть такой взлет. Трансмиттер на боевых частотах. Похоже на то, что все-таки вылет боевой, а не тренировочный или еще что-то. Давно у нас, друзья, не было обстрелов, массированных ракетами. Но, судя по всему, утром это нас ожидает. Окончательно станет известно где-то в 3 ночи, по какому летят направлению и движутся ли действительно к пусковым. Ну, в общем, на данный момент картина такая. Учитывайте это в своих планах. Все, если по стандарту, то где-то в 5, полшестого самолеты выйдут на пусковые рубежи. И там с 6 до 7 ракеты начнут входить в воздушное пространство Украины. Какие будут города, какие будут объекты. Никто этого знать не может. Сейчас уже в сети там куча какой-то информации. Заманух там. Перейди сюда, нажми карта ударов и так далее. Никто не знает. Ну, вот такие дела. Надеюсь, все-таки, что это какой-то тренировочный вылет. Долетят, полетают. Развернутся и пойдут на посадку. Но предупрежден, значит вооружен. И, друзья, что касательно Харькова, там у нас тоже была тревога. Ну, в принципе, у нас спокойно прошло. Хотя в пригороде сообщают о взрыве без тревоги. Но никакой информации нет. Но люди слышали. В Харькове, в свою очередь, предупреждали о том, что летит ракета. Сначала в области прозвучали взрывы. А затем и в самом Харькове. Перед этим пропал свет. Говорят, что это не связано с военными действиями. Какая-то авария, которую до утра обещают устранить. Ну, не во всех районах. В некоторых районах пропал свет. И в Харькове прозвучали взрывы. Никакой официальной информации не дали на данный момент. Сделал заявление мэр Харькова Терехов. Он сказал, что находитесь в укрытиях. Не покидайте их до конца воздушной тревоги. В городе вновь звучат взрывы. Вторая атака ракетами за этот день. И все. Более никакой информации. Все, друзья. Предупредил вас. Надеюсь. Выживем, переживем. И вновь встретимся с вами утром. Спасибо за внимание. Берегите себя. Своих близких. И до нового выхода на связь. Продолжение следует.